Если человек идет, ему он думает, нужен компетентный человек. Вот это вот очень классная такая ошибка. Нужен компетентный человек. Кто такой компетентный человек? Это человек с большими понтами. Ну, какими понтами? Астрологическими, психологическими, еще какими-то. Там, доктор наук, там, все кто-то, известный психолог. Ну, то есть, нужны понты. И большая цена. Обязательно это должно быть попасть. Невозможно, очередь. Вот отличный способ попасть в просад. Потому что, если вы пошли этим путем, вы никогда не получите истину. Потому что истина всегда бесплатна. Это самое сложное. Истина не приходит через квалифицированных людей. Даже если говорить о медицине. Только через доброту человеческую человек может быть вылечен. Часто компетентные люди могут быть неопрощены сердцем к вам. Мне интересно. Нужны деньги. Человек не вкладывает сердце, значит, не поможет. У нас можно помочь. Только сердцем можно помочь другому человеку. Понимаете? То есть, мы не понимаем, что мы не купим Бога деньгами, воплями, не купим нежеланием чуда, не купим отношений с Богом. Только принятием, добротой к людям, к этому миру, принятием, смирением можно приблизиться к Богу. И Он не напрямую будет общаться с нами, а через добрых людей. Понимаете слово? Не через просвещенных, просветленных, не через великих людей, а через добрых. Понимаете? Вот это очень важно понять, как меняется судьба. И одна минута общения с добрым человеком, когда Бог пошел передаваться от одного человека к другому, Бог может через слова проникнуть в сердце. Бог передаваться, пошел, одна минута общения может поменять всю жизнь. Просто одна минута. Человеку становится легче, у него все понял, у него хорошо, и все пошел, пошел жить дальше. Вот поднимите руку, кто поговорил с другом или с подружкой, и он даже толково вам ничего не объяснил, но вам так хорошо стало, у вас вся жизнь пошла меняться, и все, и у вас пошло, 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 и все нормально. Видите, вот так действует Господь. Это называется сокровенное общение. И также, когда ты с любовницей лежишь в постели, и обожаешь просто ее, это тоже сокровенное общение, которое полностью разрушит твою жизнь. Как это произойдет? Ты даже забудешь про своих детей, тебе очень трудно будет даже вспомнить, как ты их любил. Вот так отшибают мозги, такое вот сокровенное общение. Это реально происходит. Или, допустим, ты связался с очень богатым человеком, который тебе дал прибежище, возможности всем. Он как бы дал тебе другую жизнь совсем, все тебе классно пошло, поехало, и все. Ты забыл про совесть, забыл про чистоту, про все забыл. Так же, как у женщин красота, так же у мужчин действует власть и богатство тоже. Это не значит, что не надо связаться с богатыми людьми, ты просто себя сохраняй. Если ты можешь сохранить себя в отношениях с любыми людьми, тогда общайся. Не то, что с красивыми девушками нельзя разговаривать. Можно? Если ты себя сохраняешь, с любыми людьми можно общаться. Но если ты себя теряешь, тогда не надо.